Лазаревский клуб Само спровоцировало политическую катастрофу. Глуб представил статью о загадках прошедшей войны, которые вызывают самые большие вопросы и провоцируют появление в Армении и не только теорий заговора. Загадка номер один. Почему в Армении не была проведена полноценная мобилизация, а в район конфликта не были выдвинуты полноценные воинские части? Несмотря на громкие заявления патриотического характера, реальной мобилизации в Армении не проводилось. Постоянная численность армянской армии около 50 тысяч человек повышалась только за счет добровольцев. В то время как условия боевых действий требовали нарастить число обороняющих Карабах до 80-100 тысяч человек минимум. При этом очень скоро на фронте в армянской армии стала сказываться нехватка специалистов, например, расчета в артиллерии. Выбывших неким было восполнить. По какой причине Ереван не стал проводить реальную мобилизацию – необъяснимо. Руководство Армении просто избегает разговоров на эту тему. Если мобилизационный план и был, то никто не старался его выполнить. В результате полностью отсутствовала ротация военнослужащих на первой линии. На некоторых участках люди сидели в окопах по месяцу без смены. На передовой оказались 18-20-летние парни, а в какой-то момент необстреленная молодежь составляла до 80% личного состава. Карабахские отряды, составленные из профессионалов и ветеранов первую же неделю, понесли большие потери, которые неким и нечем было восполнить, поскольку подкрепления просто не было. Отряды добровольцев в Армении формировались по партийному признаку. Скандал вызвала попытка сформировать отдельный отряд партии «Процветающая Армения» имени олигарха Гаги Кацарукяна, сейчас одного из главных оппонентов – Пашиняна. Эти двое конфликтуют более 10 лет. После войны премьер-министр открыто называл Царукяна виновником падения Шуши, поскольку его фантомного отряда якобы и не хватило на фронте для победы. Этих конфликтов можно было избежать, просто имея мобилизационный план и желание его реализовать. Основные военные силы Армении в Карабах не выдвинулись, а ведь для того, чтобы снять напряжение, которое создавали азербайджанские беспилотные летательные аппараты, достаточно было передислоцировать в Горис локаторы раннего обнаружения. А одного армейского корпуса вполне хватило бы для того, чтобы прикрыть южное направление еще на той стадии, когда азербайджанцы вяло топтались перед передовой линией обороны. Не было организовано должное снабжение, и через месяц боев это привело к нехватке ракет и снарядов для ствольной артиллерии. А без поддержки артиллерии пехота может только геройски погибнуть. Все это граничит с саботажем, хотя может частично объясняться местным разгильдяйством и нежеланием ослаблять оборону собственной Армении. Последняя очень спорная позиция, и выглядит так, что руководство Армении просто бросило Карабах на произвол судьбы. Загадка номер два. Почему так странно вел себя Северный фронт? На севере и северо-востоке Карабаха, в районе Матагиса, располагался крупный укрепрайон армянской обороны, включавший в себя очень боеспособные части. И они действительно оказали азербайджанской группировке серьезное сопротивление, и в конце концов фактически остановили ее, потеряв, правда, несколько позиций из знаковых сел. Но после этого элитный батальон Егникнер вдруг отступил, хотя его командир успел получить звание Героя Арцаха. Более того, с 3 октября ни Егникнер, ни вообще какая-либо воинская часть Северного фронта снята не была, и на помощь горевшему югу не была переброшена. При этом азербайджанцы лишь однажды решили снова имитировать наступление на севере, явно в отвлекающих целях. Необходимости держать на севере до 20 тысяч человек не было никакой. Руководство Карабаха неформально объясняет это нехваткой ресурсов. Но после войны нехваткой ресурсов в Карабахе объясняется вообще все. Загадка номер три. Почему развалился Южный фронт? То, что основной удар азербайджанцы наносят именно на юге, в степной зоне, было видно невооруженным глазом уже в первые несколько дней войны. Тем не менее, ресурсы, людские и технические, стали прибывать на Южный фронт тогда, когда этого фронта уже по сути не было. Степная зона была потеряна, а фронт оставался по кромке гор от Красного базара до Мартуны. В результате именно на этом участке скопилось до 30 тысяч человек, обороняющих Карабах. Им грозило полное окружение и гибель, что стало одной из причин подписания соглашения о прекращении огня. При этом до занятия Джабраила азербайджанские войска продвигались очень медленно, срывая собственные же темпы наступления. Это давало армянам небольшую, но все-таки фору для того, чтобы осознать ситуацию и заняться передислокацией. После же занятия Джабраила фронт стал разваливаться, а продвижение азербайджанцев резко убыстрилось. Момент был потерян. По какой причине армянское командование не приняло решение о переброске дополнительных ресурсов на Южный фронт? Это еще одна загадка. Загадка номер четыре. Почему армянская сторона ограничилась только пассивной обороной? За всю войну армянская сторона только два раза предпринимала попытку контратаки против далеко убегавших вперед передовых частей азербайджанцев. Оба раза это случалось напротив Лачина в узком ущелье. При крайней степени уязвимости азербайджанской батальонно-тактической группы. Один раз даже удачно, но эти операции сводились просто к массированному нанесению ударов по скоплениям противника. Напрашивались операции по перекрытию ущелья окружению противника на других участках Южного фронта. Но ни одно армянское подразделение с места не сдвинулось. Удивительная война, в которой одна из сторон не провела ни одной наступательной операции на земле, ограничиваясь только и исключительно пассивной обороной. Успешное контрнаступление в ущелье перед Лачином перемололо бы в котле настолько много азербайджанских сил, что они еще минимум пару недель не думали бы о наступлении на Шуши. И позже вполне можно было уничтожить азербайджанскую пехоту в ущелье Авератаноц. Но для этого надо было напрячься. Нет объяснения тому, почему армянская сторона даже не пыталась контратаковать или иными методами использовать неоднократно возникшее у нее оперативное преимущество. На нехватку ресурсов можно было бесконечно ссылаться только на последних этапах военных действий. Но пассивная оборона была постоянной тактикой с самого начала войны. Загадка номер пять. Почему был сдан Шуши? Это самый чувствительный и непонятный вопрос. Первый штурм города азербайджанской пехоты был крайне неудачным. Затем ударом реактивной системы залпового огня была накрыта вторая колонна азербайджанцев. При некотором напряжении сил и помощи со стороны Армении прорвавшаяся к городу азербайджанская группировка могла быть уничтожена. Тем не менее, вдруг принимается решение оставить город без боя и не предпринимать попыток его освободить при сохранявшейся еще сутки благоприятной оперативно-тактической обстановке. Считается, что решение об оставлении Шуши принималось президентом НКР Арайком Арутюняном и секретарем Совбеза НКР генералом Самвелом Бабаяном. Сейчас, в знак протеста против подписания перемирия, он покинул свой пост и отказался от звания героя Арцаха. Армянский ютуб-канал Лурер опубликовал запись переговоров Бабаяна и Арутюняна, из которых следует, что генерал Бабаян реально расценивал возможность отбить Шуши обратно даже после ее оставления. Но дальнейшую перспективу сопротивления рисовал очень мрачно. Вот фрагмент их разговора. Давайте рассчитаем боевую задачу. 20-30 залпами смерча накрываем Шуши. Всех там убиваем. Забираем город обратно. Дальше что? Состояние армии и гражданского населения не позволяет вести войну. Дали бой. Взяли Шуши. Дальше что? Не можем мы сражаться с армией НАТО, с наемниками, полностью укомплектованными. Я вчера пытался организовать операцию тремя батальонами. У нас есть всего 4 гаубицы. Если мы не обеспечены артиллерией, то как ты будешь обеспечивать наступление или обрезать врагу хвосты? Мы сегодня должны окончательно переговорить с Россией, что эти территории сдаем и выходим. Или они нам помогают. Представь, что у нас на всю армию на сегодня 2 града с десяток гаубиц, на некоторые у нас уже нет снарядов. Если суммировать, то генерал Бабаям полагал, что на этом этапе боевых действий сопротивление бесполезно. Надо отказаться от продолжения войны и или сдаться, или просить 10 дней на организованный выход местного населения и попадающих в полное окружение 30 тысяч солдат Южного фронта. В качестве альтернативы предлагалось срочно просить у России прямой военной помощи в виде частных военных компаний или добровольцев, техники и боеприпасов. Но все это не отменяет вопроса, почему небольшая группа азербайджанских пехотинцев без тяжелой техники, прорвавшаяся к Шуши, не была уничтожена до того, как в армянской армии появились панические настроения. Удержание Шуши создавало совсем другую архитектуру политических договоренностей для НКР и Армении. Если это решение политическое, то все-таки кто на самом деле его принимал? Этот список загадок Второй Карабахской войны далеко не полон. Кроме того, к руководству Армении накопилось немало таких же вопросов о подготовке к войне. Эта война была проиграна еще до того, как она началась, именно из-за бездействия или странного действия Еревана. Разбирательства будут продолжаться долго. Ситуация в регионе изменилась настолько радикально, что все старые подходы к решению конфликта и к военной его составляющей умерли сами собой. И новая реальность потребует для Армении новых решений. И пока не ясно, кто будет эти решения принимать, отмечается в статье Лазаревского клуба.